вот эти фотографии это мои гости они приехали со всех концов страны вот я запомнил москвичи справа семейная пара вот кто-то но отовсюду ой кстати господи ну вот же мы матеева ходит и моя радость спасибо вам за то что не забывайте про меня в своем узке и повторяете и вас получается это так здорово вот чтобы поверили мне что вы приехали что у вас теперь свой питомник я видел ваши прекрасные саженцы ни одна ветка внизу не отрезана вот представляете как вот видите показывает меня слева это же чудо садоводы и когда мы с ними видите плоды я же не болтун а там за забором сосед уничтожал деревья вспоминайте господа матвеева друзья матвеева вот сосед в это время пилил я потом еще фотографию сделал как он там залез на эту на лестницу пилил деревья уничтожил весь сад полностью а это была учеба а до того как он уничтожил вот я сам по сделал 40 привод я вырастил им уникальнейший сад вот яблони вот абрикос это первое абрикосы мои я же всегда хвастался тем что никогда не вращаюсь кости а здесь получилось как соседям они мне полсотки уступили а я им сказал отдайте полсотки а я вам целый сад пасов я посадил уникальнейший сад тем что в нем посетворяем посадки я посадил саженцы и больше к ним никто только косили тарой коробу гриба за что я постоянно их ругал еще это ухудшали качество почвы косили траву и корову возили а все равно даже несмотря на это вырос великолепнейший сад там было телевидение там было постоянно был там был курдюмов там был постоянно это доскобила на тот момент уже зала вот все было прекрасно уничтожил веса как а вот так константинович это я все еще не могу успокоиться я его материть константинович запомни это мне говорил тракторист я сам металлург тракторист говорил металлургу но безлург тому времени посадил не меньше двадцати тысяч деревьев понимаете а он ни одного но зато он мне сказал эти войдут слова я уже пятый раз повторяю в хрестоматии войдут константинович запомни чем больше режешь тем больше здоровее дерево тем больше урожай вот это уже снимала телевидение на следующий год телевидение приехала а мне тогда снимали ну посесть буквально тогда они говорили за одну минуту 5000 плате тогда это было еще настоящий телевидение сейчас она стала полностью коммерческой теперь здесь на следующий год у меня есть фотографии здесь же пень вот это рано уничтожило это дерево а знаете что это за дерево это мое первое выращенное из косточки манджурский абрикос посмотрите какие плоды а почему он у дитя оказалось лучше чем патриарх тот самый то самое на потому что у него есть эти супруги и по культур не его кто у него с икру может бай но эти-то были покраснее там которые амур опылял а это чисто оранжевый кто у него папа не знаю но сам там манджурит же несъедобный вот такой вы понимаете сколько здесь сразу информации до какой информации вот эта девочка когда приехала пять человек ко мне это сама с кирова за саженцами она сделала целый фильм учебный диск номер пять то есть она ходила за нами я им показывал рассказывал и все это снимала вот а разве можно не поверить человеку который стоит с великолепным деревом который потом собственными руками соседи уничтожили позвали специалиста приехал брат этой ольги хозяйки этого сада но она еще пыталась вижу выжить видите ветки вот эти справа вот это было погублено а как телевидение а когда приехал курдюмов вот эти деревья еще были в самом расцвете а там дальше я греческа шанский пипенчик покажу он курдюмов любить такой любитель этих самая полу культурах он их уважает потому что у нас яблоки говорит он там ясно где юг россии это краснодарском крае они уже давно как картошка есть культурных а полу культурки они всегда отличаются кислинка каким-то шармом и он приехал и к полу культурки обожал сейчас пойдем соседям и вот там у них единственное неманой посаженное дерево еще раньше до того каким сад посадил там ближе к дому это было и у меня есть фотографии только я не догадался и сюда внести было красноярский пипенчик дерево небольшое вот так шатром провиснет 30 ведер вкуснейшие яблочки спилили просто так вот когда вот это все куда им девать бог то спилил и а этим все сосед их уничтожил все до единого яблони что вот так вот а там еще курдю в этот тусон дускабилов тусон полот не даст соврать есть фотографии мы там сразу как мою невестку фотографируем все было уничтожено пилка это лазинский займись ты делом конце концов хватит гадит нашел мерзавца а вот а когда это вот и есть ольга это она это все вы понимаете она такая же как все где-то пришел журнал весной на допуск зачем я же рядом вообще не имею этого баллона вообще мне нету есть вот такой от ли знаете этот сам опрыскивать от ли а такого нету я не опрыску зачем он опрыскать там сразу вот слева от него если взять или в руку туда мысленно там на углу еще один сад помните я показывал и тот с таким же баллоном и даже в прошлом году и в этом году он опрыскивал мои деревья опрыскал которым на хрен это опрыскивать там у него груши мой абрикос он их опрыскивать я нет и они такие же здоровые а им приказано и она травить себя травить дерево травить будущего рожая и это антоновка она и не спасла она все равно погибла не пускал оба своего брата сюда вот тут вазинский да тут вы можете говорить вот если бы я вот это показывал хвастался в эти форумском вот так вот сделайте штамп вот это отрежьте 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 а вот здесь такая красивая получилось крона где-то под правил видите это тут подрежут красиво если бы я сказал делайте так же вот тут вы должны были назвать мерзавцем понимаете вот тут бы я был бы мерзавцем потому что это груша у меня потом погибло после всех этих издеватель а эту фотографию мне прислали причем кто-то из вас из наших близких из тех кто уже давно все понял чему приводит рано очень показательная фотография все мы сейчас глупая консервская наберите всего несколько слов вот в яндексе и она высветится два настоящих больших можно сказать многочасовых документальных фильмов называется жизнь окнами пса посмотрите какие абрикосами я их угощаю они меня посреди дальний план видите всего прикос судите я ничего не придумал вот посреди дальний план теперь видно лазинский видите не мешайте мне пропагандировать новое садоводство ведь кто-то же вам поверить так вот эти два фильма надо обязательно посмотреть почему уже нет живых байкалова так вот она строим и живых жестовская железо и этот самый и чернобаев и заметьте фильм снят с моей фильмы два большие серьезные фильмы снятся с моей подачи с моей вот и я нигде себя там не выпить все наравне все одинаковые все замечательные они замечательные я тоже замечательные и ваши слова вот эти что я себя в опять они совершенно не исправедил но я решил исправить несправедливость какую ну наверное все равно пусть нас мало на повесного люди я быстренько быстренько сейчас покажу вот это вот что это такое сказать это моя так называемый зеленый черенкование это студентка юлия матвеева на тот момент студентка проходит про когда я напечатал статью зеленый черенкование и и прочитала 70 тысяч человек на то минимум они еще эта газета была и в этих самых библиотеках и каждый номер читали не один человек с целыми семьями допустим 100 200 тысяч я подумал так ну все через пять лет вся страна покроется кустарнику культурами вот такой вот смородины вот такой вот крыжовником вот с такой вот это она тоже поддается черенкование вот такой шелковицы все ну я же вам просто показал сделайте это в тени чтобы не сгорели под бутылкой поливайте практически каждый день вот нарежьте там то так то вот есть фотографии есть фильмы вся страна покроется черта с 2 кроме мошенников как ни у кого нет ни смородины не хрыжовника не шелковица вот ни жимолости ничего нету как так-то ну за эти годы пока вот эти годы шли пока я учил пока это в это время стране шел обратный процесс опускались руки затухали глаза когда-то была нормальная работа все было хорошо выходные праздник деревню покопаться в саду и что случилось вот эти люди приехали со всей страны из-за рубежа меня слушать два потока два потока по три дня видите ну думаю тут перевернуть железо поставил москву на уши это по интернету шло а в газетах нихрена одна единственная газета про меня писала это вестник садовода ну понятно мой друг в это единственный настоящий журналист который присутствовал здесь же вот ребрик александр Алексеевич вот это я читаю лекции получилось три великолепных диска полных полновесных дисков вся агротехника лежат я не помню в каком месяце я 11 12 12 диски а там же еще и прививка целый час несколько месяцев не купили ни одного а как же привык то а там же я сижу за столом смотреть ну в другом месте ладно гигантская индустрия по производству мертвых садов февраль месяц бараховская приводит меня в магазин знакомиться с их продукции она сразу не сообразил я закрывай меня от охраны доставал по одному вот так делал знаете так мертвая второй мертвый пятый мертвый потом один на полу сфотографировал она мне закрывала чтобы меня поможете там или не выгнали охранники это элитнейший магазин один из крупнейших москве все мертвые февраль месяц как они могут при 25 градусов выжить когда из них они даже не замазаны раны знаете как резать вот так я показывал вот так резали и даже не замазать вот это дерьмо сто процентов мертвая а покупают что будем делать сами растить вот это дерьмо видите а вот это пришкольный участок представляете это мне прислали этого одной школ вот и есть вот это вот это все чего добилась биологии каждому ребенку от 6 там до 10 до 11 класса я не знаю если пятом шестом уже есть биология вбитом в голову сотни тысячи непереводимых этих самых терминов это предательство из предателей и в это время никто ничего не умеет